Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи воспитательницу детского лагеря Виктория. Напомню, 15 сентября во время пожара там погибли трое детей. Тогда прокуратура обвинила воспитательницу Наталью Янчик. Почему передумали, выяснял Кирилл Ющишин. С самого утра перед зданием апелляционного суда пикет поддержать Наталью пришли односельчане и родные. Наталью Янчик задержали по подозрению в служебной халатности. Согласно внутренним документам лагеря, именно она, обычный воспитатель, должна была следить за соблюдением правил пожарной безопасности. Поэтому, по мнению следователей прокуратуры, Наталья может быть виновна в смерти детей. Защита так не считает. Нормативные требования не позволяют признать любых третьих осіб, кроме руководителя объекта, на период проведения работ с капитальным ремонтом, реконструкцией. В документах Янчик действительно числится как ответственная. Подписать их, по словам Натальи, попросил директор лагеря. Дескать, это сущая формальность. Но после того, как пожарные пришли с проверкой и оштрафовали Наталью, у нее возник конфликт с руководством, и воспитатель написала заявление об уходе. Было это еще 8 августа. Я на момент данной трагедии там не работала. Хотела бы спросить вас, отрестить меня. Ранее прокуратура требовала для Натальи два месяца ареста. Но сегодня позиция кардинально изменилась. Берусь до увага ряд обстановленных следствием додатково. Вважаю, что в основном состоянии можно брать запобежный заход. Заход не повязан с срабатыванием подврата. После небольшого технического перерыва суд отпустил Наталью Янчик на поруке прямо в зале заседаний. С сегодняшнего дня за Наталью отвечает двое нардепов Мустафа Наем и Григорий Шверк. Сразу после освобождения из-под стражи Наталья встретил ее жених. Из-за этой истории паре пришлось отложить свадьбу. Говорят, теперь начнут подготовку с чистого листа. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Одесса.